В свежий номер Одинцовской недели приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Праздничный провал русского регионального оператора. Почему экстремальные морозы обернулись горами мусора? 54-я манжосовская гонка уже по традиции прошла в Одинцово. Более тысячи спортсменов боролись за награды на Лазутинке. Пишите письма. Неделя предлагает читателям возродить эпистолярный жанр. Гонки с препятствиями. Наша землячка Анастасия Ларина прошла в полуфинал шоу Суперниндзя. Ёлки отступают. Где окунуться на крещение и как остаться на позитиве после новогодних праздников своими секретами с нами поделились и жители Одинцова. А еще они рассказали о том, как провели длинные выходные. Давайте посмотрим. Замечательно прошли. Была на экскурсии в Татарстане, Южкороле. Чувак Сары. Очень понравилось. Все прошло замечательно. Я ездила к родственникам, встречалась с друзьями, просто отдыхала, гуляла. Расскажи, как-то тяжело к учебному процессу после каникул возвращаться? Да, очень тяжело. Не хочется учиться в школе, делать домашние задания. По-семейному, тихо. Тяжело как-то возвращаться к обычному рабочему режиму? Нет, мы работаем. Сутки трое, мне без разницы. Хорошо прошли. Погода только немножко подвела, мороз был, а так в целом неплохо. Как-то тяжело к рабочему режиму возвращаться. Да, наверное, скорее наоборот. Соскучились. Читайте свежий номер Одинцовской недели. Бумажный вариант газеты можно взять на фирменных стойках, а электронную прочитать на сайте. С вами была Татьяна Верняковская. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok